Продолжение следует... Только об этом поговорим с нашим земляком, известным комментатором Михаилом Миломедом. Здравствуй, Михаил. Да, привет, Кирилл. Привет, привет. Михаил, так стоило ли вручать вот эти значки заслуженным мастер спорта игрокам или нет, на твой взгляд? Ну, развернулись большие дискуссии по этому поводу. Многие спортсмены из других дисциплин высказались. Я считаю, что здесь, наверное, футбол, вот эта народная любовь к футболу и такой неожиданный результат, наверное, повлек за собой это решение. Мне сложно судить, стоило или нет. Однозначно стоило отметить футболистов. Но вот здесь уже, наверное, не мне, во всяком случае, решать, каким именно образом. Понятно, что они прыгнули выше головы. Понятно, что это победа для всей страны. Как оно должно регламентироваться по сравнению с другими видами спорта? Здесь уже, наверное, большой вопрос к чиновникам. Но одна четвертая все-таки не полуфинал и даже не финал. Но это был все-таки чемпионат мира. В общем, тут большой вопрос на самом деле. Тут отношение, наверное, исключительно политического регламента относительно различных наград и так далее. Тут сложно сказать. В любом случае отметить их стоило. Так вот, следующий вопрос. Как бы Михаил Миламед отметил игроков сборной страны по футболу? Какой бы наградой? Народной любовью они уже награждены. Это назначено похвалой всех специалистов тоже. Я, на самом деле, искренне хочу поблагодарить и сборную, и тренерский штаб всех, кто сделал этот успех. Потому что я был в тот момент, я не комментировал матчи сборной, я был обычным болельщиком. И я был счастлив от того, что я вижу. Я практически со слезами на глазах уходил после серии пенальти с хорватами. Я вопил, как потерпевший, когда забивались голы в ворота сборной Испании, сборной Хорватии и так далее. Поэтому я просто, вот, большего, чем, наверное, народной благодарности, как даже сказал сам Артем Дзюба, нам не нужно. Мы счастливы, что, наконец, народ нас полюбил. Сборная России, безусловно, тебя удивила, да? Как ты уже это сказал, в принципе. Но чем? Игрой, желанием? Чем? Невероятной организации, которая вдруг возникла, которую мы не видели на протяжении контрольных матчей перед чемпионатом мира. Давненько такого не наблюдалось. И вдруг появился какой-то невероятный прагматизм, организация, дисциплина и понимание того, как нужно играть с тем или иным соперником. Ведь мы перестраивались и очень сильно по этому поводу переживали, что меняются схемы, как наши футболисты это все смогут переварить. А оказывается, все прекрасно. Оказывается, они все это умеют. И про желание мы вообще молчим за страну и домашний чемпионат мира, это понятно. Про игру, например, с хорватами мне очень понравилось, как наши играли. С хорватами? Да. Ну, с Испанией, понятно, мы действовали по ситуации. Ну, да. С хорватами мне очень понравилось, как мы играли. Ну, понятно, с Саудовской Аравией, но о том тут разговаривать, тут все и так понятно. Вот, поэтому всего понемножку было у этой сборной, что в итоге вот это понемножку привело к множко. Множко. Так вот, во время чемпионата мира ты, можно сказать, оказался в гуще таких информационных событий. Ты комментировал матчи домашнего чемпионата мира. Вот самое яркое воспоминание об этом турнире. Ну, их, наверное, можно поделить на исключительно футбольные и исключительно атмосферные. Хорошо, давай. Вот если футбольные, это непосредственно оказаться на стадионе и оказаться голосом, который действительно оттуда вещает. Это фантастика, я до сих пор это еще осознаю, перевариваю. И, наверное, только через много лет пойму, что ценность того мероприятия, где я был, хотя сейчас и так уже ясно, что это лучшее футбольное мероприятие. Ну, а с точки зрения атмосферы, вот это, наверное, самое яркое, обычное человеческое воспоминание. Это сотни тысяч иностранцев со всего мира, гостей с улыбками на лице, с миллионами вспышек фотоаппаратов, с объятиями. То есть это самая дружелюбная атмосфера. Это невероятно. Многие так говорят. Это просто невозможно объяснить. Это космос. Да, это космос. Такой же, как Стас. Это космос, да. Но на самом деле то, как люди искренне уважают и любят друг друга, и на этот месяц мы забыли о том, что мы из разных стран, мы забыли о том, что нас разделяют какие-то взгляды, и вообще у нас есть какие-то проблемы, и все на одной улице, Европа, Южная Америка, Африка, Азия, все объединились и дружно болели одной болезнью, от которой нет вреда футболам. Вот это прекрасно. Смотри, у меня такой вопрос. Вот болельщики уже, многие привыкли, что ты комментируешь матчи на одном из федеральных каналов, это Матч ТВ. А как ты оказался на первом-то канале? Меня предупредили заранее. В Матч ТВ сообщили о том, что вот у нас уже сформирован пул комментаторов, которые работают на мероприятии, за что огромное спасибо Матч ТВ, что я не надеялся, меня до последнего там не тянули, и я не потерял какие-то возможности. И, конечно, огромное спасибо первому каналу, в первую очередь Ольге Черносвитовой, директору дирекции спортивных программ, и Василию Конову, главному редактору дирекции спортивных программ, за то, что они поверили в меня, дали мне этот шанс, потому что я действительно прекрасно понимаю, что в отличие от многих других комментаторов, я, ну, просто, скорее, не то что исключение исправил, я какой-то невероятным чудом там оказался. Многие комментаторы работают всю жизнь ради такого события, а я, по сути, только приехал, и мне удалось туда попасть, поэтому я признаю, что это чудеса. Я смотрю, ты до сих пор в таком шоковом состоянии прибыл. Ну, просто ты спросил про первый канал, первый канал действительно позвонил, предложил, и это было для меня такое, как гром, да, среди ясного неба, на самом деле. Я, конечно, у меня теплилась надежда, что это все-таки возможно, но я был готов работать волонтером на чемпионате мира, я готов был там рядом со стадионом стоять, только бы чувствовать себя частью вот этого события. Сейчас ты приехал в родной Барнаул и не так давно прокомментировал матч барнаульского «Динамо». Это была кубковая встреча 1-64 против Омского РТШ. Вот если говорить, абстрагироваться от футбола непосредственно, да, от игры, в чем принципиальная разница между комментированием в Барнауле и в Москве? Здесь все по-родному. Здесь все, как было раньше, ничего не изменилось. Это даже, может быть, в чем-то минус, конечно, а в чем-то плюс. Потому что ты приезжаешь и вспоминаешь, с чего ты начинал, как это было здорово, и ты поднимаешься на вот эту вот родную позицию, с чего все оно стартовало, видишь тот же самый стадион, даже тех же самых болельщиков слышишь, они тоже все те же самые на этих креслах. И даже многие футболисты те же самые, что приятно пообщаться с ними перед матчем, после матча. Поэтому комментировать в Барнауле мне приятно, потому что я считаю, что самая главная и самая любимая команда, какими бы там главными клубами, за какие бы клубы мы ни болели, должна быть та, с которой началась любовь к футболу. А она началась с барнаульского «Динамо». А вот это комментаторская кабинка. Мне кажется, на стадионе «Динамо» ты находишься в центре прям болельщиков, которые могут во время трансляции подойти, там что-то спросить у тебя. А в Москве ты, по-моему, отделен, да? Нет, вот это то, что объединяет на самом деле комментарии с барнаульского стадиона и комментарии там слонных лужников. Там же тоже комментаторские позиции. Сейчас просто выделенный сектор для СМИ, просто столы, то есть там болельщики сбоку, спереди, снизу, сверху. Вот здесь ты сидишь, у нас на барнаульском стадионе точно так же. Ты сидишь в гуще в самом центре. Это очень похоже. Никаких там вот этих коробок черных, в которых только монитор. Ничего этого нет. Ничего этого нет. Расскажи, пожалуйста, ну во время матча вот этого барнаульского «Динамо» к тебе подходили болельщики, спрашивали, где ты, или там наоборот, там смотрели тебя как-то там, отмечали? У меня такая проблема. Ко мне люди в Барнауле, когда подходят, они не здороваются. Они начинают диалог с фразой «А вот мы за тебя голосовали!» И это, конечно, дико приятно. Я начинаю сразу же благодарить. И это еще раз говорит о том, что я должен поблагодарить всех барнаульцев и жителей края за то, что вообще это случилось, без них бы не произошло. По предварительным подсчетам, я так прикинул, тысяч пятьдесят человек за меня голосовало. Тысяч пятьдесят? Пятьдесят тысяч примерно человек за меня голосовало в том и в другом конкурсе, в сумме. И за это я хочу сказать огромное им спасибо, потому что без них бы этого просто не получилось. Ну то есть и здесь во время матча тебе подходили, там, да, или в перерыве? Да, 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 даже кто-то брал автограф из Слави, а мы за вас голосовали, дайте автограф. Да ты что! Да, это забавно. А пустошение после чемпионата мира есть? Вот и поделись о планах дальнейшем. Это не пустошение, наверное, это какое-то приятное послевкусие, я бы так его назвал, что не переживайте, что это прошло, радуйтесь, что это было. Да, но придется же тебе вернуться к реалям российского футбола, и ты уже окунулся во второй дивизион, можно сказать. Я был в шоке, на самом деле, что на матче ФНЛ пришло в города, там, в Волгограде, в Нижнем Новгороде, в Саранске по 30 с лишним тысяч человек на ФНЛ. Там не было Франции, Аргентины, там, Англии, не знаю, кого угодно. Это были команды, к которым все привыкли. Но очень коротко, Миша, улетаешь в Москву, дальше где мы тебя смотрим, слушаем. Я искренне надеюсь, что дальше на Матч ТВ я продолжаю работать, комментировать футбол. Спасибо, спасибо, Михаил. Спасибо тебе большое. Наипрямейших тебе эфиров. И до встречи, как говорит твой коллега, берегите себя. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.